Дмитрий Волошин Деньги на строительство уже зарезервированы в бюджете. Сейчас решается вопрос с земельным участком, на котором будет стоять школа. Также инициативная группа жителей попросила рядом со школой построить парковку, чтобы родители могли с комфортом забирать учеников. И еще один вопрос – расселение ветхого дома на Первомайской улице. Жители говорят, что дом более 70 лет, он в аварийном состоянии и просят их переселить в новое жилье. Просто так дома не строятся. Сейчас губернатор в обязательном порядке любой строящийся дом расселяет или дольщиков, или ветхий фонд. И у нас есть несколько маленьких строек, которые можно вот ту же Первомайскую 77 к ним привязать. Дмитрий Волошин пообещал, что собственникам построят новое жилье. Для этого застройщику уже выделен компенсационный участок земли. А пока люди еще не приехали, в доме и во дворе проведут небольшой ремонт, направленный на улучшение жилищных условий. Также важной темой для обсуждения стало наведение порядка в Химкинском лесу. Этот вопрос подняла активный житель Хима Какимова Марина. Когда-то спилили деревья, они сейчас брошенные в штабелях, все зеленые, гниют. И на самом деле мы не видели ни разу, чтобы кто-то приезжал и был обеспокоен этим состоянием. Глава пообещал связаться с истринским лесничеством и помочь в организации уборки леса. На встрече к главе обратился житель Хима, к его квартиру затопило и суд назначил денежную компенсацию. Александр Владимирович, мы тут прочли, ознакомились, у вас есть решение суда, по которому вам должны деньги выплатить. Правильно понимаю? В мае месяце вам выплатят. Ну, чтобы прям сразу и все. Подобные встречи с жителями городского округа проходят на ежемесячной основе. Каждый химчанин может обратиться к главе по волнующему его вопросу. Александр Гузаев, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ. Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.